Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Как отличить телефонных мошенников от настоящих сотрудников банка, вы узнаете в этом выпуске. По данным Центрального банка Российской Федерации, 60% россиян сталкивались с попытками телефонного мошенничества в 2022 году. О телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками банка, слышали многие. Однако злоумышленники постоянно используют новые аргументы и приемы обмана. Поэтому в полицию регулярно поступают обращения от потерпевших. Дежурную часть Зосфиярского района Ульяновска обратилась жительницам Бурманской области 1962 года рождения. Находясь в родном регионе, она получила первый звонок от мошенников. Ей начали поступать звонки от якобы сотрудников банковского учреждения сообщением о подозрительных операциях с ее банковскими счетами. В последствии с ней начали связываться якобы представители различных правоохранительных структур и сообщать о том, что некие злоумышленники пытаются оформить на нее кредитные обязательства. Приехав в Ульяновск к родственникам, в женщине также продолжали поступать звонки от мошенников, которые убедили ее перевести свои накопления на безопасный счет, чтобы избежать незаконно взятых на нее кредитов. Я эти деньги сняла, сказали, что этих денег недостаточно, потому что у меня больший кредитный потенциал. Чтобы я эти деньги положила, покрыла этот кредитный потенциал, мне предложили взять кредит. Мошенники убедили потерпевшие дополнительно оформить кредиты в банках и занять деньги у знакомых и родственников. Преступную схему реализовывали в течение месяца. Всего потерпевшая перевела более 5 миллионов рублей. Попадаются на уловки мошенников и молодежь. По аналогичной схеме жители Ульяновска 1995 года рождения злоумышленники убедили взять несколько кредитов на общую сумму в 999 тысяч 950 рублей. Исчерпывающим аргументом для парня стали слова мошенников о том, что с его проблемой представители закона разбираться не будут, если ульяновец не выполнит все требования звонивших. Мне сказали, если вы против, если вы разглашаете информацию, вас просто-напросто не будут защищать судей, как бы те деньги, которые сейчас у вас оформлены кредитом, будете сами выплачивать. На что я испугался, как бы денег нет. Кроме того, мужчину убедили никому не рассказывать о происходящем. Ни своим близким, ни родственникам, ни сотрудникам банковского учреждения, в которых он оформляет данные кредитные обязательства, в связи с тем, что, к примеру, сотрудники банковского учреждения могут быть в сговоре с мошенниками. По прощениям потерпевших возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Чтобы убедить потенциальных жертв, маскируются мошенники и с помощью программ, в которых можно изменить телефонные номера, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками банков. Иногда мошенники присылают потенциальным потерпевшим удостоверение сотрудников правоохранительных органов, скаченные в интернете. Активно используют мошенники и манипуляции. Об этом нам подробно рассказал Иван Фирулев, подполковник полиции. Иван Михайлович, расскажите, пожалуйста, какие категории граждан чаще всего попадаются на удочку мошенников? Можно ли выделить какие-то категории? Вообще, ранее существовал такой стереотип, что на уловки мошенников, на уловки злоумышленников чаще всего попадают пенсионеры. Но это не так. С каждым годом потерпевшие молодеют. Это и возраст средних лет, и возраст чуть помоложе, с 14 лет, как правило. Поэтому отдельно выделить какую-то категорию мужчины, женщины чаще всего, ну, наверное, нет все. Я, наверное, даже я больше того скажу. В практике были случаи, когда жертвами мошенников становились и люди более юного возраста, то есть до 14 лет. Правда, они переводили денежные средства не свои, а родителей. А если более детально, то какие все-таки уловки используют злоумышленники? Здесь поступает звонок потерпевшим. Мошенник хорошо владеет алгоритмом. Стоит, наверное, признать, что иногда они обладают определенными знаниями психологии, поэтому оказывают давление звонящему. Очень сильно потерпевших подкупает тот факт, что они знают его полные анкетные данные, знают мошенники. Какие вопросы задавать, как общаться с потерпевшим, как эмоционально преподносить ту информацию о том, что у вас случились проблемы по банковскому счету. И на волнении, на эмоциях иногда потерпевшие просто не могут справиться со своими чувствами, верят в данную схему. Типичная схема телефонного мошенничества выглядит так. Центральный банк сможет с вами работать только по факту открытого дела. Других поводов для связи с вами у них нет. Для открытого дела я с вами не связался. Затам я вам всяк публичных вопросов, которые будут приобщены к материалам дела, посреди чего она будет не открыта. И вы сможете связаться с Центральным банком. То есть это нужно ироны мне? Нет, нет. А почему из Москвы? Почему из Москвы? Почему не из Ульяновской? Я вам сейчас, я вам объясню, потому что инцидент произошел в Москве. Мне сегодня поступили материалы дела, как это случилось вчера. Дело срочное и важное. Из-за этого я вам звоню по телефону. Дайте я знакомому позвоню в милицию. Угнаю. Смотрите, я должен вас познакомить статья 3010. Какой? Это не разложение на данные. С статья 3010 УК РФ. Это не разложение на данные, предварительное раскрытывание третьим лицам. Подождите, все равно я позвоню. Я не уверен, что вы тот, кто говорит. Смотрите, я же вам предоставил номер доставления и все, и остальное. Ну давайте я лучше перезвоню, я сам вам наберу тогда. А кому вы звонить будете? Это в милицию нашу. Уточню. Если вам позвонили и представились сотрудникам банка или правоохранительных органов, сбросьте вызов и перезвоните в отделение самостоятельно. Если вы вступили в диалог, помните, никому не сообщайте данные своих документов, реквизиты банковской карты, CVV-код, код из СМС и пароль от мобильного банка. Сотрудники банков не звонят гражданам, чтобы сообщить о несанкционированных операциях на счетах. Поэтому не переводите денежные средства незнакомым людям. К сожалению, обнаружить преступников удается не всегда, но можно попытаться вернуть свои деньги через суд. Как это сделать, нам расскажет старший прокурор гражданско-судебного отдела Холодилина Юлия. Действенным средством возмещения ущерба является обращение прокурора с исковым заявлением в суд в интересах потерпевших о взыскании неосновательного обогащения. В органах прокуратуры Ульяновской области наработана практика обращения в суд с исковыми заявлениями в интересах потерпевших граждан, о взыскании неосновательного обогащения, то есть сумма ущерба с владельца расчетного счета, на который изначально поступают похищенные денежные суммы. К примеру, в случае, если гражданин потерял карту и впоследствии ею воспользовались мошенники как способ аккумулирования похищенных денежных сумм, именно на владельца данной карты возлагается обязанность доказать, что он предпринял все возможные меры для недопущения подобного. К примеру, обратился в банковскую организацию с заявлением об утрате карты, либо в органы полиции с заявлением о ее пропаже. В любом случае вы можете самостоятельно подать иск в суд для возмещения ущерба. Участие в деле прокурора ограничено действующим законодательством. Прокурор имеет право обратиться в суд в интересах гражданина в случае, если он по уважительным причинам не может самостоятельно осуществлять защиту своих прав. Здесь действительно следует отметить, что действующее процессуальное законодательство четко не регламентирует понятие уважительности причин, по которым граждане не могут самостоятельно обратиться в суд. На практике к таким основаниям, когда в интересах гражданина может в суд обратиться с исковым заявлением прокурор, относятся, например, наличие инвалидности, тяжелое материальное положение, престарелый возраст или, наоборот, несовершеннолетний возраст. Но еще раз обращу внимание, что данный перечень не является исчерпывающим. Таким образом, если вы стали жертвой телефонного мошенничества и причиненный материальный ущерб вам не возмещен, вы всегда вправе обратиться в органы прокуратуры, которые при отсутствии процессуальной возможности окажут вам необходимую правовую помощь. Расскажите, пожалуйста, о практике таких случаев. Прокурорам Старокулаткинского района приняты меры к защите прав инвалида второй группы, которому позвонил мошенник и обманным путем заставил перевести на указанный последним номер расчетного счета денежные средства в размере 29 тысяч рублей. В таком случае прокурор района в интересах потерпевшего гражданина обратился в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения с владельца расчетного счета, на который поступили похищенные денежные суммы. Вступившим в законную силу решением суда требования прокурора района были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время похищенные денежные суммы возвращены потерпевшему. По данным региональной прокуратуры, в 2023 году судами Ульяновской области было вынесено более 100 обвинительных приговоров по статье 158 «Кража» и статье 159 «Мошенничество Уголовного кодекса Российской Федерации». Большинство преступников являлись телефонными мошенниками. Что бы вам ни сказали по телефону, помните, необходимо сохранять спокойствие. Не переводите деньги и не сообщайте свои данные, не проверив информацию о том, кто вам звонил. На этом у меня все. До новых встреч. До новых встреч.